Более 200 человек собрались в стенах библиотеки имени Горького для того, чтобы ответить на вопросы о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 45 минут на ответы. Здесь пришлось проявить смекалку, показать знания пунктуации и орфографии и, конечно, знания стихов. Ученица 9 класса 45 школы Софья Митракова принимает участие в пушкинском диктанте впервые, но она уверена, ей это поможет открыть новые грани в творчестве поэта. Мне очень нравится творчество Александра Сергеевича Пушкина. У него есть очень много интересных стихотворений, которые затрагивают много эмоций, пробуждают в людях. Я считаю, что наша страна должна им гордиться. Это просто жемчужина литературы. Творец искусства нового уровня именно так называют Александра Сергеевича. В России, пожалуй, нет человека, который не знал бы его стихов. С его сказками мы знакомимся в детстве, поэтические произведения изучаем в школе. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставили меня. Я вас любил. Любовь еще быть может. Душе моей угасло не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То ровность, то ревность и томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любим и быть другим. Честь провести пушкинский диктант выпала нашему городу благодаря талантливым педагогам, которые разработали задания для диктанта и победили в конкурсе. В нем участвовали представители 40 регионов. Теперь задания рязанских учителей решают по всей стране. Задания, которые интересно выполнять всем. Я думаю, не только школьникам, но и взрослым. Это задания, связанные с облаками слов, с хэштегами и так далее. То есть это то, что сегодня востребовано среди молодежи. Задания разработали с учетом возраста участников. Несколько номинаций для школьников по возрастам и для взрослых. Здесь учитывается уровень образования. Для филологов вопросы, конечно, сложнее. Сами учителя работали над проектом и дома, и на работе. Слаженность и творческий подход позволили занять сразу несколько призовых мест. Очень много и очень долго, кропотливо составляли большое количество заданий для всех этих номинаций учителя. Вечером или ночью, после того, как уроки приготовили по скайпу, по другим видеоконференциям, у нас их несколько, учителя собирались и из дома обговаривали. Потом в школе встречались и создавали задания. Вклад Пушкина в русскую культуру и язык вряд ли возможно переоценить. Его по праву считают создателем современного русского языка. Люди по всему миру читают строки поэта, а через его произведения пытаются постичь загадочную русскую душу. Стихи поэта переведены более чем на 200 языков мира. Благодаря Пушкину мы узнали, что такое золотой век поэзии. Читайте литературу, не только русскую, всякую литературу. Французскую, немецкую, американскую, много хорошей литературы. Русская очень хороша, но во всем мире много пишет хорошего. Читайте философию, французскую, немецкую, русскую. Но прежде всего живите. Сперва живите, а потом философствуйте. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».